Всем привет, с вами Алекс с канала Бередап. Работаем с картами, смотрим прогноз погоды на ближайшие дни и делаем ее о катаклизмах. Прошлая неделя, мне кажется, вышла пиковая по штормам. Три шторма, три крупных шторма, причем какие, с жертвами, с торнадами, со шквалами, с нереальным ветром, рекордные за одну неделю. Но вот этот шторм Франклин, мне кажется, его даже никто не ожидал, о нем начали писать только уже вчера, когда он стал развиваться. И я пошел в горы, и, соответственно, в горах что-то стало ощущать, что какой-то чрезмерно сильный ветер какой-то в горах, вроде бы температура как бы плюсовая, а руки стало просто отнимать. Ну как это, они замораживаются когда? Это вот за счет энергии от ветра. И, понимаете, здесь температура не играет большую роль, это все это на уровне энергии. Но сейчас этот Франклин, мы видим, находится недалеко от Стокгольма, чуть юго-западнее Стокгольма, и, соответственно, оказывает наибольшее влияние сейчас в север Германии, Польша, Калининград, Прибалтика. И вот, и в его хвосте, мы видим, тоже непогода, и сегодня тоже ветрено, какая-то нестабильная погода, причем зона довольно-таки большая. Сюда попадает и Ирландия, и Великобритания, и Франция, смотрите, и даже юг, там Корсики, Италия, до Рима, смотрите, куда доходит-то далеко. А здесь уже на подходе еще один, понимаете, то есть они как вот любят эти ураганы, ну, штормы, выстроить дорожку и один за одним идти по этой дорожке, вот, дружно шагая по планете. Ну, ладно, давайте теперь посмотрим, что у нас с осадками сейчас происходит. Ну, соответственно, происходит в хвосте этого циклона, происходят дожди, особенно здесь в восточной части, а на северо-востоке здесь даже вот такая вот снежная полоса получается. Она идет от Эстонии, где-то до Брянска, вот в этой зоне. Вот, ну, в Европе, конечно, погода сегодня не топовая. В восточной Европе на севере мы видим снежок, ну, это, как бы, остатки предыдущего циклона. На юге России мы видим тоже непогоду, ну, температура плюсовые, довольно-таки тепло для февраля вообще прекрасно. Вот, даже в Саратове здесь плюс один и в Самаре, то есть даже в Поволжье потеплело, и на Урале плюс один, понимаете, вообще не похоже на февраль, потому что в норме там, конечно, должно быть в районе минус 10, минус 20 сейчас. В Якутии мы видим тоже снежок приехал из собой, ну, то есть, видите, циклоны стали доходить до Якутии. Из собой принес мощное потемление, смотрите, в Мирном минус 10 всего, а в Хандаге минус 37, вот для сравнения, да. И можем увидеть такой мощнейший циклон сейчас на Курильских островах. Он захватывает и Сахалин, и юг Камчатки, вот на севере здесь тоже, на Чукотке, на самом-самом востоке там шторм орудует. Давайте посмотрим, что у нас здесь в Тибите, у нас осадки, да, там в Непале кое-где сезон дождей приходит, в Индокитай возвращаются они, но самая мощь сейчас находится в Индонезии, в Папуа, мы видим здесь непогода восток Австралии, в Новой Зеландии хорошая погода, хотя хвост от шторма совсем прекрасно, за исключением западной части, да, здесь вот мощный ветер и шторм, какой-то здесь мини-циклон вот на самом юге, но он дает довольно-таки хорошую прибавку температур, смотрите, Хоммерт плюс 3, Ван Корич плюс 4, Фэрбэнкс минус 16. В Канаде на западе редкий случай, когда более-менее хорошая погода, на юге здесь вот снежок идет, ну и вот так вот у нас по северу США идет тоже такая полоса из снега, на юге у нас Лазиана, Миссисипи, здесь очередная какая-то ячейка, будет ли торнадо, пока не ясно, ой, съехала, а теперь посмотрим на восток Канады, здесь традиционно непогода, вот сильный шквалистый ветер со снегом, температура в районе минус 2, минус 5. Так, Южная Америка здесь у нас отмечается, Перу, Бразилия на границе здесь такая супер ячейка, тоже в районе Парагвая, непогода, вот циклон у нас в районе Уругвая находится, но вроде бы как особой опасности он пока не представляет. И самая вот главная сейчас новость на планете, смотрите, какой мощный циклон, как он разросся, да, и вот его, давайте поясним, последователь решил уйти на юг, вот, он, в общем-то, не оказывает какое-то влияние, какую-то опасность для Мадагаскара, но вот этот циклон, конечно, он сейчас прошел регион, здесь немножко задул, да, но теперь ударит прямо вот по центру, судя по всему, прямо может быть вот по столице Антинариеву, вот, и прям выдаст опять очередной катаклизм, судя по всему. Так, ну здесь полоса дождей в Африке, в Африке вот эта зима вышла прекрасная, вот на севере Африки, но мы видим здесь сильный ветер. Ну давайте теперь смотреть, как это, что будет меняться, особое наше внимание, конечно, Мадагаскара, то есть мы болеем за Мадагаскар, за его жителей, смотрим в Европе. Ну вот этот циклон Франклин какой-то он нерасторопный, понимаете, вот он, меня еще удивило, что он практически вторые сутки вот идет по Европе и не пролетел. Если первые они как-то пролетели вообще в миг, буквально за несколько часов, то этот такой очень обстоятельный товарищ, он гораздо слабее, но такой очень такой педантичный педант, циклон-педант. Ну давайте посмотрим, его центр будет в Прибалтике, где-то в районе Рижского залива ночью, хвост будет доходить до Москвы и сюда через Западную Украину будет выходить в сторону Италии, да, оказывает влияние. Ну и будет продолжаться сильный ветер. Вот новый циклон подходит к Исландии, то есть непогода будет в Исландии. Ну и ночью потихонечку подъезжает, да, начинает высадку. То есть будет основное событие завтра утром в Мадагаскаре, но давайте посмотрим днем. Смотрите, он не пойдет на столицу, он чуть южнее сдвигается, то есть принимает решение идти по побережью. Это, наверное, самый плохой вариант, потому что вдоль побережья, понимаете, там проблем может куча-куча размытия, там всего, там рыбаки останутся без средств, без плавательных средств и прочие проблемы. Ну и здесь вот смотрим на Дальнем Востоке, продолжается Курилла Камчатка, здесь тоже циклон орудует не слабо. Но завтра этот хвост циклона пройдет в Великобританию и будет прямо в Норвегию тыкаться, мы видим. Ну, видно, судя по всему, до самого юга пока не достает, но посмотрим. Ну и вот США, что-то здесь завтра зарождается, такое непонятное, надо будет лучше посмотреть. Давайте давление. Давление, видно, что большая часть Европы в низком давлении сейчас находится в зоне. В Азии тоже оно начало проникать, чуть-чуть ухоживается со всех сторон. Здесь и с юга подпирает, и с востока, и с севера. Вот в Северной Америке здесь, в Канаде, хорошая погода сейчас, а вот в центре США мы видим, что давление падает. И вот завтра вот эта система в районе Великих озер, здесь на границе низкого и высокого давления, сами понимаете, возможно, сильный ветер, ну и прочие всякие неприятные вещи. Завтра высокое давление, чуть-чуть попытается проникнуть в центральную Европу за счет этого движения, этого хвоста. Ну а в Восточной Европе и в большей части, кстати, Северной Азии, будет такая депрессия. Ну и вот здесь вот отлично шторм виден, куда и как он. Давайте посмотрим. Да, он, смотрите, он идет по побережью четко, и потом высаживается на юге, то есть вот так вот, понимаете. То есть шаманы Антонариву, они как-то так сделали так, чтобы циклон на них не высадился, а прошел по югу. Отклонили его так. Ну давай теперь посмотрим, это будет уже 2 марта, смотрите, и это между Гренландией и Исландией опять какой-то супер мощный циклон здесь находится, другой вот здесь в Атлантике. В Европе вроде бы начало марта должно быть прекрасно, так же, как и в Северной Африке. А вот в России как-то большая часть, за исключением от юга, Сибири, здесь как-то вот зона пониженного давления, также зона пониженного давления здесь в районе Каспия мы отмечаем. Так, ну давай теперь посмотрим температуры, что оказали эти атлантические циклоны, к чему они привели, к тому, что сдули абсолютно весь мороз, смотрите, даже не в Якутию, а на восток Якутии, понимаешь, продули по полной. И смотрите, что происходит, с Индийского океана поперло тепло, поперло просто очень мощная тепловая волна. Индийский океан в этом году, конечно, вообще дает просто, дела делает невероятные. Почти 20 градусов у нас в республиках Средней Азии, соответственно, Южный Казахстан прогревается, и морозы остаются только вот здесь, как назвать морозы, минус 5, минус 7 максимум на северо-востоке, соответственно, Казахстана. И в Сибири мы видим тоже в районе минус 10, но в Иркутске минус 12. Ну, видно, что потихонечку весна приходит, и вот оно вклинивается, да, вот остатки циклона практически пробивают Якутию. То есть, якутские морозы не могут противостоять. Ну, а в европейской части, где-то по 60-й параллели четко, все, что выше, небольшой морозец, да, минус 10, все, что ниже, плюсовые температуры. Ну, а в Средиземноморье, похоже, там уже такая полноценная весна, разогревается Африка, кстати, уже, и вот Ближний Восток тоже температуры растут потихонечку. Ну, кое-где еще сохраняется прохлада, но уже тенденция имеется к 20 градусам, все-таки подбирается. Вот морозы остались. Канады, за исключением некоторых штатов здесь, на севере, на юге уже тоже начинается потихонечку проникновение тепла, видим, да, из Мексики сюда в Техас. Но вот в этих местах, где скрещивается холодный и теплый воздух, там, конечно, возможно, некоторые проблемы. Давайте завтра посмотрим. Завтра, смотрите, в Испании уже начинается потихонечку теплый воздух проникать. Ну, а так потоки ветра все сохраняются и сдувают все дальше и дальше. На северо-восток отступают морозы. И то же самое в Средней Азии, здесь Индийский океан работает. Вот морозы остаются сейчас только на Дальнем Востоке. В Корею, смотрите, с северную проникает. Японию замораживает, Сахалин. Китай очень хорошо замораживает. Не пускают сюда, пока весну держат оборону. Ну, вот про что я говорил. Вот резкий перепад. Видите, вот S-образная такая вот какая-то дуга даже получается. И здесь возможны проблемы. Ну, смотрим здесь 2 марта. Ну, вот здесь март пытается в Восточной Европе и в Сибири как-то что-то как-то отыграть. Видно, что пытается здесь Скандинавию заморозить, страны в Восточной Европе. Но, знаете, это уже попытки ни о чем, как говорится. Здесь даже в Северную Африку, в Турцию что-то, какие-то попытки на Ближний Восток. Но это создает просто ощущение легкой прохлады. Потому что если посмотреть, какой здесь уже градиент растет в Саудовскую Аравию, через Индию, здесь можно и в Иране увидеть, то все это уже видно, что на считанные дни. А вот Дальний Восток пока еще там царство зимы сохраняется. И, в общем-то, это единственная территория, где действительно держится на низких широтах сейчас зима. Ну, а с вами был Алекс с канала Бередлапши. Отличного прожжения! Субтитры подогнал «Симон»